В этом видео я расскажу тебе о том, как помочь своему роботу выйти из просадки. Для начала начнем с самых простейших правил, которые чаще всего не потребуют от тебя вообще никаких действий, ну, банально самых минимальных. Первое правило звучит следующим образом, и можно эти правила себе переписать куда-то на листочек. Значит, любые действия ты можешь предпринимать, что-то делать в формате помощи советнику только по достижению просадки в 35%. Если касаемо наших роботов, то у нас это является критической просадкой, до которой мы никогда не доводим. То есть, если мы создаем торговый советник, тестируем его за несколько лет, и он достигает просадки в 35%, мы меняем его алгоритм, дорабатываем, ищем какие-то новые оптимальные настройки, но в любом случае с подобной просадкой советник на наш сайт просто не допускается. Поэтому применимо к нашим роботам, однозначно любые действия имеет смысл применять, только если данная просадка состоялась, значит на рынке появилось что-то неадекватное, что-то новое, возможно, кто-то выступил с какой-то речью, и рынки начали вести себя нелогично, вот в конкретный момент действия, когда советник открывает позицию. Пункт номер два чаще всего доступен для трейдеров-консерваторов. То есть, если вы действительно готовы и принимаете на себя все риски, связанные с рыночной торговлей, то вы прекрасно понимаете, что чем меньше вы рискуете, тем по итогу вы более стабильно торгуете. Таким образом, если вы делите свой изначальный стартовый депозит на три части, ну, к примеру, у вас 3000 долларов, 1000 вы положили на торговый счет, 2000 у вас находится где-то на банковской карте или электронном кошельке, но явно не на форекс-счете. Соответственно, в ситуации, когда вы достигаете подобной просадки вышеуказанной, вы доливаете вот эти самые 200% от депозита, 2 трети его части, и в 99% ситуации, я честно говоря, я мог сказать 100%, просто в формате рынка я не могу позволить себе такую роскошь. Но на моей практике не было ни одного случая за все 8 лет, чтобы доливка в 200% не спасла ваш депозит от слива. То есть, робот обычно при подобной доливке просадка сразу же снижается в 3 раза, то есть, была она у вас 35, стала 12, ну, грубо говоря, 10%, да, и любой робот, в общем-то, мне кажется, не только наш, любой другой робот сможет в этой ситуации вырулить. Ну, соответственно, третий пункт, самый важный, это вовремя получать обновление советника. Для всех наших роботов мы обязательно выпускаем постоянные обновления, каждые 3-4 месяца. Это позволяет вам всегда использовать именно актуальную стратегию, не переживать за то, что рыночные движения, чьи-то выступления, чьи-то речи, вообще любой счетческий фактор может повлиять как-то на ваш торговый счет. Либо же, если вы экономите на обновлениях, да, соответственно, необходимо хотя бы раз в 3-4 месяца оптимизировать, подыскивать новые настройки. Единственный очень важный момент, если вы это делаете самостоятельно, то в любом случае оптимизацию, как таковую, подбор новых настройок необходимо делать с учетом пройденных 3-4 месяцев, но опять же минимум за 2 года истории. То есть в любом случае оптимизируете вы за последние 3-4 месяца робот, не нужно подыскивать настройки под эти 3-4 месяца. Обязательно просто с учетом этих 3-4 месяцев добавляете еще 2 года истории. И вот если в этот период робот не допускал просадки выше 35%, соответственно, это грамотная оптимизация, которую вы действительно имеете право использовать. В любом случае, конечно же, проще довериться нам, потому что мы это делаем более профессионально, более качественно. Мы всегда можем изменить алгоритм, добавить какие-то дополнительные фильтры, плюшки и подогнать стратегию под новые рыночные изменения. Здесь мы исключаем некий программный фактор, и вот здесь та самая ситуация, когда человеческий фактор очень полезен. То есть мы со своей стороны можем проанализировать, что на рынке поменялось, какие фундаментальные факторы произошли, и подстроить стратегию непосредственно под эти изменения. Теперь давайте о том, как же механически, технически помочь нашему советнику выйти из просадки, если все-таки достигнут показатель в 35%. На всякий случай, я хочу напомнить, что при достижении просадки в 50%, вы в любом случае последующее обновление получаете бесплатно. Эти расходы мы берем полностью на себя. Но так как просадка дело неблагодарное, и очень даже неприятное, поэтому в любом случае, каждый трейдер, особенно если вы не получаете обновление, а просто оптимизируете советник в течение года, то, соответственно, здесь нужно иметь определенную техническую сноровку, для того, чтобы грамотно советнику помочь. Вообще, просто идеальный вариант, когда вы используете не только наши торговые роботы, но и одну из систем анализа, BigTrader или BigSculper. Благодаря методологии, которые в них заложены, вы как минимум начинаете понимать рынок, понимать, почему он движется, почему он движется вверх или вниз, что происходит в каналах консолидации, от какой точки искать разворот или продолжение тренда. Вот эта информация, само фундаментальное понимание того, что происходит на рынке, позволяет вам действительно качественно помочь своему роботу. Да и любой профессиональный трейдер, на самом деле, в любом случае, используя роботы, однозначно использует какие-то ручные свои стратеги, для того, чтобы диверсифицировать риски. Только комбинация между автоматическим и ручным трейдингом является, на мой взгляд, самой высшей степенью диверсификации ваших торговых рисков. Поэтому, если вы один из тех людей, которые мечтают диверсифицировать максимально надежно, то BigTrader и BigSculper вам в помощь. Особенной принципиальной разницы, какую систему вы используете, в общем-то, нет. Важно то, что эти системы позволяют вам определять направление торгов, позволяют находить точки входа и области, по которым цена может развернуться. Чаще всего, если вы пытаетесь вырулить какой-то момент усреднения в роботе, то именно уровни, тенденция и понимание точек входа по BigSculper или BigTrader позволяет вам мгновенно понять, где именно принять необходимое решение, где именно помочь открыть сопровождающую сделку. Но, для начала, хочу сразу сказать, перед тем, как мы начнем с вами выводить советника из просадки, помогать ему это делать. Первое, что вы должны сделать, я надеюсь, что вы это не забудете, это включить кнопку автоторговли. То есть, вот здесь у вас она должна быть красным значком и здесь, собственно, смайлик должен уже быть очень грустным. Хорошо, теперь давайте представим, что вот по этой желтой точке ваш робот открыл торговую позицию, соответственно, ниже он начал усреднять. Кстати, я сразу должен напомнить, что робот может быть разным. Мы постоянно подготавливаем самый актуальный алгоритм под текущий рынок. Поэтому робот может использовать как стоп-приказы и тег-профита, но может использовать как усреднение или переворота. То есть, здесь вариаций очень много. А сразу напомню, что если робот у вас использует классическую модель торговли в формате тег-профита, стоп-лосса, то ни в коем случае вот этой конструкции заниматься смысла нет. Просто переждите неблагоприятный рынок и продолжите торговать дальше. Можно снизить двое лот, чтобы не переживать за растущую просадку. Чаще всего робот на стоп-приказах, он имеет такую функцию, что какие-то неблагоприятные периоды он фиксирует по стоп-лоссу. Это его защитная функция. Поэтому в этой вариации, естественно, что на определенном рынке ему будет хватать стоп-приказа. На рынке, который ему больше подходит для заработка, он будет отыгрывать эти убытки, уже хватая большие, хорошие тег-профиты. В этой ситуации я даже, честно говоря, не советовал бы что-либо доливать. Доливка здесь смысла не имеет, если здесь нет математики. И ни в коем случае не влезать как-то в его работу. Потому что даже если вы снизите лот, то вы рискуете тем, что в момент, когда он выйдет в благоприятный период, он будет зарабатывать меньше, потому что лот у вас снижен. На момент, когда я записываю этот ролик, он больше всего, конечно же, посвящен роботам на математике, потому что это, наверное, самые актуальные на сегодня алгоритмы заработка в автоматическом режиме. Но давайте, пожалуйста, помните о том, что если робот классика, то чаще всего в 99% случаев лезть не зачем. Давайте вот здесь конкретно этот пример для роботов, которые используют непосредственно математику, усреднение, перевороты и прочие подобные конструкции. Стандартная работа с математикой заключается в следующем. У нас есть некая точка входа. К примеру, у нас здесь был некий уровень. Цена коснулась, сделка открылась, все прекрасно. Выступает какой-нибудь президент чего-то там и, соответственно, вся эта история рушится. Цена начинает двигаться в обратную сторону и уже дальше по уровням, которые расположены, чаще всего это РС, это уровни крупных участников, робот ищет новые паттерны, новые варианты сигналов, либо сразу выставляет отложки в направлении первичной позиции. К примеру, здесь у нас был один лот, здесь мы открыли двумя лотами, соответственно, по прохождению, грубо говоря, 40% этого движения, даже 30%, мы выходим в ноль без убыток. Таким образом, позиция закрывается без убытка, в ноль и следующая сделка у вас, грубо говоря, идет по тейк профиту и таким образом вы избегаете сделок, где хватали бы 100 приказов. Очень круто это работает непосредственно с нашими уровнями. Вообще, большинство советников подобного плана, реализированные варианты усреднения, все это очень плохо работает и всегда заканчивается сливом депозита. Поэтому здесь будьте аккуратны, пожалуйста, выбирая роботы на математике. У нас там большой опыт именно в формате того, как мы определяем тенденцию, как мы определяем точки входа. Наши уровни, это авторские уровни, о которых не знает вообще никто. То есть данная модель технологии, она может применяться только в наших советниках. Потому что если вы попытаетесь как-то вот это все дело исправить в каком-то другом роботе, я не очень уверен, что у вас это хорошо получится. Но давайте представлять данную ситуацию в еще более негативном свете. К примеру, мы касаемся еще одного уровня. У нас опять открывается сделка и в итоге где-то здесь у нас получается 35% просадки. И вот здесь у нас как-то возникает логичный вопрос. Что же теперь делать? 35% надо как-то роботу помогать. Значит, смотрите, даю очень хороший дельный совет, который позволит вам выходить из любых подобных ситуаций без особенных седых волос и без нервотрепки. Делается это следующим образом. Дождайтесь момента, когда эта просадка наступает, соответственно, отключайте торговый робот и на ближайшем уровне либо по этой же цене здесь уже на ваш вкус и цвет, как вам удобнее. Просто если вы поставите за ближайшим уровнем, больше шанса, что робот просто здесь сам справится, закроет это в прибыли или в безубыток и вы просто про эту ситуацию забудете, как про страшный сон. Чаще всего так и будет. Поэтому здесь желательно, лично, если мое мнение интересно, однозначно имеет смысл выставить по какому-то ближайшему уровню. Если системы анализа в формате Biggie у вас нет, то здесь рекомендую посмотреть мои прошлые видеоролики на YouTube-канале, почитать на нашем сайте о том, как строить торговые уровни. Все эти моменты я давно уже раскрыл. Около десятка торговых уровней я вам предоставил абсолютно бесплатно. Каждый их может использовать. Это уровни, на которые цена будет реагировать, поэтому в данном контексте они очень хорошо вам пригодятся. Соответственно, нашли здесь в этой ситуации какой-то ближайший уровень ниже и по нему выставили отложенный ордер в направлении вот этого движения против ваших позиций. То есть, если в классике использование усреднения такая тупая конструкция в формате того, что мы просто по какой-то цене постоянно добавляем ордера в надежде на то, что произойдет некий откат, то мы действуем с вами куда более грамотно. Мы выставляем, мы понимаем, что если эта просадка у нас все-таки произошла, значит на рынке пришло что-то такое, к чему наша стратегия была в общем-то не очень готова. Это означает, что очень много вероятен тот факт, что цена свое движение продолжит. Разумеется, в этой ситуации мы понимаем, что дальше наращивать эти позиции ну смерти подобно, потому что еще несколько пунктов, а депозит ничего не останется. Что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы помочь себе роботу пережить эту ситуацию как можно более комфортно? Итак, по данному уровню вы выставляете отложку. В нашей ситуации это будет отложка sell stop, то есть это будет продажа в направлении движения против наших позиций. То есть, грубо говоря, противная отложка, которая против покупок. Ну в нашей конкретной ситуации, если бы здесь у нас были продажи, соответственно здесь был бы buy stop. Надеюсь, ситуация понятна. Дальше мы с вами замеряем количество лотов здесь открытых. То есть, ну к примеру, допустим, их здесь будет, чтобы удобно было считать. Допустим, здесь 5 лотов. Здесь, соответственно, выставляем отложку sell stop 2,5 лота. Что мы таким образом получаем? Мы получаем следующую конструкцию. Если у нас цена пойдет вниз, мы не будем наращивать убыток против своего депозит, как это делает 99% большинства. В этой ситуации мы сразу же мгновенно будем терять не 5, там 6, 7, 8 и так далее, как это делают любители мартингельщиков. Мы будем терять с вами не более 2,5 лота. То есть, мы разгрузили позицию вдвое. Понятно, да? Отложенный ордер, вот этот вот разгрузочный, мы его называем разгрузочным, он должен быть 50% от лотов, которые у вас находятся в усреднении, до просадки в 35%. После этого, кстати, делать достаточно рискованно, и уже, наверное, даже поздно. Однозначно, если просадка у вас выросла, больше 35%, 100%, бегите, находите где-то доливочный депозит, чтобы вы эту конструкцию начали именно в момент просадки 30-35%. Ранее делать смысла нету, потому что чаще всего любые подобные конструкции, они позиции выводят. Вот именно достижения, ну, конкретно наши роботы, опять же повторюсь, я не могу говорить за другие. Если это просадка в 35% у нас произошла, соответственно, да, здесь уже имеет смысл что-то делать. До нее роботы всегда справляются самостоятельно. Итого, дальнейшее движение цены приводит нас к тому, что мы по этому ордеру SEO зарабатываем, по этому ордеру, да, по количеству этих ордеров, по этому набору, конструкции, как угодно назовите, да, этой вот корзине ордеров мы с вами теряем. Что в итоге мы делаем дальше? Мы позицию разгрузили, если цена пойдет вверх, мы в любом случае будем зарабатывать, но зарабатывать будем уже не 5 лотами, да, а будем зарабатывать 2,5. Соответственно, просто точка без убытка у нас немного сдвинется вверх. Ничего страшного в этом абсолютно нет, в итоге, таким образом вы себя максимально обезопашиваете. Если у вас цена ушла слишком сильно, да, она допустила подобную просадку в роботе, соответственно, это будут какие-то критические точки. Если цена, схватив эту отложку, пойдет обратно вверх, опять же, в 99% случаев вы закрываете всю эту историю без убыток. Если же нет, у вас опять же идет история в формате того, что вы 5 лотами, вот 10 лотами зарабатываете, вы также их можете закрывать в формате сменения тенденции, да, и, соответственно, фиксировать здесь профит. Ну, давайте не будем такие моменты сложные и тяжелые. В любом случае, лучше задать мою группу «Спроси у Рожновского», обязательно все на крышетиках покажу и в любой подобной ситуации помогу, если пишите именно в этой группе, потому что это поможет и другим ребятам, поэтому любой ваш вопрос это не только вопрос того, что я трачу на вас свое время. Это момент того, что своим вопросом вы помогаете своим же коллегам, если они попадают в подобную ситуацию, чтобы этот ответ, эта вариация того, как в этой ситуации поступать, он у них был перед глазами. Итак, представим, что цена не ушла вверх, не закрылась таким образом без убыток, а продолжила свое движение вниз. Таким образом, на 2,5 лотах продажи мы, соответственно, с вами зарабатываем. Дальше происходит некая история, то есть мы с вами должны определить некий канал консолидации, который формируется на рынке, и, соответственно, цена потом из этого канала выходит, ретестит или границу этого канала, или какой-то дополнительный уровень у нас проходит выше. Это для нас является признаком того, что динамика рынка сменилась, то есть он поменялся на бычью историю. Соответственно, что мы в этой ситуации делаем? Продажу мы закрываем в плюс и запоминаем для себя эту цифру. Ну, к примеру, это будет 500 долларов. Дальше продолжаем использовать наше любимое усреднение. Соответственно, здесь мы можем добавить дополнительный ордер, ну, в конструкции нашего усреднения, да, и вывести эти позиции где-то здесь без убыток. Таким образом, мы заработаем с вами еще на этой продаже, но я так делать не рекомендуем. То есть, когда вы увидели здесь, допустим, минус 500 долларов вместе с этим усреднением, ваша задача, помните, пожалуйста, выходить из просадки, чтобы робот мог в дальнейшем открывать новые сделки и зарабатывать. Пока вы находитесь в просадке, вы не зарабатываете. Вот в чем проблема, да, поэтому из нее нужно просто, как можно, скорее выйти. Поэтому вот эту разгрузку, которую вы закрыли в плюс, с этим же минусом, по ордерам усреднения, вы просто выходите. Таким образом, полностью закрывая всю эту историю в без убыток. Вот это, на самом деле, самый эффективный метод того, как вы можете помочь роботу выйти из просадки, если уж пришлось действовать руками. Повторю, что чтобы подобных историй не допускать или как минимум получать бесплатное обновление, имеет смысл каждый период рынка использовать обновленную версию нашего советника, либо иметь возможность доливать 200% депозита. Таким образом, несмотря на то, что вы разделяете депозит, соответственно, прибыль у вас также втрое падает, но вы точно и 100% уверены в том, что вы стабильно будете зарабатывать на протяжении многих-многих лет. Поэтому здесь все, конечно же, зависит от того, насколько вы хотите много зарабатывать или стабильно. Это всегда очень индивидуально. Какой-то конкретной стратегии, которая 100% всю жизнь приносила бы деньги, трейдеру один раз ее установить, такое, наверное, уже не существует и даже в мыслях и сказках большинства трейдеров. Именно поэтому каждые несколько месяцев мы оптимизируем алгоритмы, находим какие-то новые вариации, подгоняем под рынок, настраиваем стратегии. Именно эти моменты, то есть это постоянная кропотливая работа и позволяет нам с вами стабильно зарабатывать деньги на валютном рынке. Поэтому выбор делать только вам, но как помочь своему роботу выйти с просадки, ты теперь знаешь.